Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы Бишкек не упоминали Я не помню, упоминал ли я Бишкек Да, я просто Ух ты Это я стал неудачным Дело не в этом, дело не в Бишкеке Почитайте А вот то, что Депардье уже не актер, а маркетинговый инструмент 100 тысяч евро и он ваш Это так Под этим я подписываюсь Первое, что ты видишь, приезжая в страны бывшего Советского Союза, это большую фотографию Депардье с какой-нибудь сковородкой или банк, или еще что-нибудь и так далее. Нет, это все прекрасно, это все замечательно. Кстати, вот посмотрите сегодня на афиши, кинотеатральные афиши, которые сейчас висят. Вся эта старая гвардия. Пьер Ришар есть, Олан Делон есть, в наших кинцах появляется. И Депардье тоже. Просто на мой личный взгляд, после такой беспардонной засвеченности в рекламе, естественно, ценность Депардье, даже как ностальгического персонажа из какого-то моей юности, она, конечно, затирается очень сильно. Вот это очень странно мне слышать от режиссера Кончаловского, которого я помню на рекламных билбордах. Да. Я про вас говорю. Нет, и ваш папа тоже рекламировал пищевые добавки. Я совершенно согласен. Но я же не хочу самому себе снимать главные роли. Правда? Вот. И это во-первых. Во-вторых, мне плевать, захочет кто-нибудь меня снимать или нет. Депардье тоже плевать, захочу я его снимать или нет. Дело не в этом. Дело в том, что я же все-таки режиссер. Это актерская история. Есть режиссеры, которые вообще, если актер появляется в рекламном ролике, все, до свидания. Больше никогда я не буду тебя снимать. Это, конечно, ту-мач немножко, но поверьте мне, то, что касается Жерара Депардье, вот что не билборд в Азии, то Жерар. Кончаловский же какие-то.